Тюремная история. В седьмой женской колонии открылся специализированный музей. Здесь десятки экспонатов, рассказывающих откуда пошла пенитенциарная система. Первая в Иванове тюрьма всего на пять лет моложе самого города. Воссоздан даже кабинет начальника исправительного учреждения того времени. Интерьер довольно скудный. Стол, стул, телефон и шкаф с книгами. А в нем настоящие раритетные фолианты. Самое старое издание – письма Некрасова, 30-го года выпуска. На подготовку всего музея ушло около двух лет. Работа велась по разным направлениям. То есть, во-первых, мы собирали, конечно, экспонаты. Это мебель, какие-то предметы обихода, техника, которая хранилась в колонии. Приносили сотрудники. Мы сами искали их по подвалам, чердакам. На стеллажах и уникальные рассекреченные документы, гриф с которых сняли буквально недавно. Есть и форма офицера службы. Раньше уголовно-исполнительная система относилась к НКВД. Изначально в 1938 году в колонии содержало 160 заключенных и было всего 16 сотрудников. Потом производство развивалось, увеличивалось. К началу войны в ней содержалось около 300 человек. Но в то время содержались и мужчины, и женщины. Наверное, в начале 60-х годов колония полностью стала женской колонией. На сегодняшний день содержится больше 600 человек осужденных. Работает около 150 сотрудников учреждения. Но это не самый большой показатель. В конце 90-х годов колонии содержалось до 2000 человек, и штат сотрудников был гораздо больше. Седьмая женская колония всегда была ориентирована на швейное производство. Поэтому представлены и старинные машинки. Есть и проекторы, на которых осужденным показывали технологии производства того времени. Комнаты истории в учреждениях Восемной России по Иванской области открыты еще в трех колониях. Это исправительная колония номер 3 и 4, расположенные в городе Кинишми, и исправительная колония номер 6, которая располагается у нас в селе Талица. Естественно, эти комнаты истории открыты для того, чтобы их могли посетить как сотрудники, так и родственники сотрудников. Но, естественно, они ориентированы, конечно же, на старших школьников. Музей для первых посетителей откроет свои двери уже завтра. Сегодня комнату истории приоткрыли только для нас в честь дня рождения седьмой колонии. Ей сегодня 80 лет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.